Друзья, в сегодняшнем видео я покажу вам, как в этом году впервые я выписала овсяницу, овсяницу сизую и овсяницу зелёную гатье, или иногда её пишут травка гатье, или медвежья шкура, овечья шкура. Вот эти две разновидности я высадила у подъезда на своей клумбе и покажу, как они себя вели на протяжении сезона. Вот два саженца я получила ранней весной. Это распаковка от 28 марта. Упакованы они были хорошо, там земли больше, чем корневой. Корневая, я думала, помощнее у овсяницы, потому что иногда в литературе можно прочитать, что высаживают её для укрепления склонов и достигают глубины до 50 сантиметров. Какие там 50 сантиметров. Как оказалось, корневая достаточно деликатная у овсяниц, и если вот всю землю эту вытрусить, то там где-то вот одна третья от верхушки. Это будет занимать корневая. Вот зелёную овсяницу я разделила на две штучки, а овсяницу сизую, куст пришёл достаточно солидный, я разделила аж на пять частей. Но я вместо того, чтобы радоваться, что саженцев столько много получилось, расстроилась. Прям не могу передать вам как. А почему расстроилась? Гляжу я на неё, но не сизая она абсолютно. Вот на картинке у той девочки, у которой я заказывала, она была прямо седая. Я специально выбирала, потому что всё-таки сортов овсяницы достаточно много, и в характеристиках там пишут, что одни прям голубые совсем, другие с бирюзовым оттенком, третья зелёно-синяя. А мне хотелось вот именно действительно седую, знаете, как прям попелом посыпанную. И вот проходит апрель месяц, уже май завершается, она цветоноса некоторые кустики повыпускала. Но абсолютно не такая, как на фотографии. Не сизая, не седая, но в крайнем случае бирюзовая. Обидно мне, вот была бы более скандальная по характеру, уже точно связалась бы с продавцом, с претензиями, что ну что вы мне выслали вообще. И друзья, только во второй половине июня месяца у неё действительно начинает появляться такой голубовато-стальной насыщенный цвет, что просто глаз не оторвать. Вот именно такое я и хотела. Ну вот выдохнула с облегчением и думаю, как хорошо, что я не позвонила той девочке, у которой покупала. Она мне отличный саженец такой выслал, а я бы на неё набросилась. Вот показываю, что под розами мне не очень понравилось, что я высадила два кустика, потому что лепесточки облетают, набиваются в эту куртинку, потом загнивают, когда дождик проходит. То есть я сделала вывод, что под розами овсяницы не место. А теперь, друзья, давайте посмотрим, что же там происходило с моей зелёной овсяницей. Вот те достаточно махонькие два кустика, такие жёлтенькие, стали они оживать. Тем более, что весна у нас была такая дождливенькая, прохладненькая. Ну, конечно, бабушки наши во дворе так смотрели, как на сорняки, на эти две маленькие кочечки зелёные. Потому что вокруг-то разнотравья такое, трава зелёная, изумрудная, газоны вовсю буяли. В общем, не заценили, решили, что я просто два куста обычной травы посадила. Зачем-то. А мне, честно говоря, зелёная на картинках, во всяком случае, нравилась даже больше, чем сизая, своим изумрудным цветом. И тем, что вот у неё такие подушечки, действительно, как булочки зелёненькие, без стрижки, потому что она высотой всего 10-15 сантиметров. И они такие декоративные, такие ухоженные. И тем более, что если сизая овсяница, она теряет декоративность уже спустя три года, и обязательно её надо обновлять, то зелёная, она более долговечная. Она медленно нарастает, и пять лет держится точно, а то и больше. Поэтому у меня были такие большие надежды именно на вот эту изумрудную овсяницу-готье. И вот весна такая прохладненькая, дождливенькая, июнь дождливенький, она нарастает, всё прекрасно. И вот теперь показываю вам начало августа. Я вам уже говорила по другим растениям, что сушь у нас страшная, дождей нет. И вот эта овсяница-готье, несмотря на то, что я периодически её поливала, хотя склон, конечно, вода больше стекает, она начинает буквально выпадать. Хотя сизая, она не нарастала, но без полива, потому что её и не поливала, держалась. А вот жёлтая космия в таких засушливых условиях даже ещё и свела. В общем, только к середине лета стали вот эти зелёные, изумрудненькие булочки набирать красоту и отличаться от обычной травы. Формировать действительно очень симпатичные куртинки, маленькие. И вот эта жара буквально стали гореть. Вот второй кустик нижний, вы видите, что он практически уже засох. А сизая овсяница, без полива, терпима в себя, прилично очень вела. Вот хочу, чтобы вы посмотрели, сравнили вот эта гвоздика и частиц в таких оттенках тоже сизых и овсяница. Вот как они смотрятся. Осень, вот это осеннее видео, конец октября месяца, перед заморозками, последние денёчки. И смотрите, какая она раскрасавица, пушистенькая, прям как воротник из песца. И вот, друзья, видео от середины декабря. И обращаю ваше внимание, что чуток она начинает зеленеть. То есть свою сизую окраску начинает терять. То, что меня весной тогда в ступор ввело, потому что она была, ну, в лучшем случае, бирюзовая. И вот эта бирюзовость, вот сейчас начинает в ней тоже ярко проявляться. А в центре, если присмотришься, вот там те отрастающие такие части, они вообще зеленые-зеленые. Сейчас она буквально в одной расцветке с юкой очень хорошо гармонирует. То есть, друзья, вывод такой. Овсяница сизая, действительно неприхотливое, устойчивое растение. Только надо высаживать там, где нет застоя воды, есть солнышко и где зимой не наваливается снег. Она будет декоративна всю зиму, но весной, особенно ранней, не такой сизой, голубой, синей, а более зеленой. И это нормально. А вот изумрудная овсяница Готье для нашего засушливого региона, особенно в моем неполивном варианте, это просто деньги на ветер. Потому что в заявленных характеристиках там такая засухоустойчивая, расписали. А на самом деле в регионе центральной Украины не нарастает, а выгорает. Без постоянных поливов этот колючий, трогательный зеленый ежик пропадет. Продолжение следует...